Мы не видели вон другие даты от Na'Vi. А вы теперь выбирайте сами, на чем вы хотите, чтобы сыграл Дэнни. Это может быть... Дроу Рейнджер? Да, это может быть... Дроу Рейнджер, Вин Дрэнджер, Квин оф Пейн, Пак... Всех не перебежь. Патма. Вообще пофиг, короче. Вот просто любой из этих пяти героев в мид заезжает на ура. Любой. Осталось десять минут. Инвокер еще, не? Или в бане уже? Инвокер еще, может быть, кстати, есть. Шесть героев. Любого выбирай, и все равно будет хорошо. Для Na'Vi. И плохо для тебя. Да, Луну конспиры все загоняются опять в тупик какой-то. Ну нельзя так. Надо банить героев, на которых хорошо играет вражеская команда. Я понимаю, что Na'Vi вообще по барабану. Они вон убрали какую-то ОД, убрали бестмастера. Дать же какая-то бруда, чтобы не мешало, наверное... Абаддон. Интересно. А зачем этот герой? Не знаю, но это интересно. Я просто не понимаю, как он будет защищать от пуша в принципе. То есть под сейв от бэтрайдера может быть. Ну антибэтрайдер, это просто антибэтрайдер. Хорошо. А как этот герой вообще может замедлить пуш вражеский? Вот подходит, он начинает твою вышку райдкликать. Что ты можешь сделать? Ты можешь кинуть койл. А ты агришь щитком. Ты агришь щиток бросаешь на своего крипа, он умирает, и крипы сагриваются. Так это можно койл проще дать. Можно койл дать, да. Ну, хорошо. Не агрится медведь, крипы чена. И вот еще пятый герой, который сейчас появится. Ну, два мидера сейчас осталось добрать командам. Я бы забанил инвокера на месте, если они не хотят его брать себе. Да, он проблемный. Он просто, да, вот эти бласты его, метеоры, торнадо. Нафиг это надо всей толпой ловить. Просто банишь его, и там вариантов остается какая-то квопа из нормального деферского. Можно еще и зевса взять под фуриона, но тогда должна была быть спектра вместо герокоптера. И тогда очень круто бы все смотрелось. Что могли бы всяких ченов там вырезать. Слушай, может мне во время пика с одессами... Может ты и есть на авиа, слушай. Может мне вместо соли на пике просто на пике. Потом типа пикну и сказал, вот этим можно выиграть. То, что ты набираешь, выиграть нельзя. Может быть. Может быть. Слушай, а может я буду первым комментатором-тренером? Не, ПКК. А, ну он аналитик-тренером. Да, первый комментатор. Нет, во-первых, он первый профессиональный игрок для этого был. Я-то профессиональным игроком не был. У меня сразу будет позиция комментатора и следом тренерство. Нормально. Вакансия доступная, дорогие друзья. Сейчас техника до чего дошла. Я могу спокойно комментировать из-за спины игроков. Да. Просто идешь, комментируешь попутно. Пока первую аналитику дает. Ты там этим подсказал, что пикать. И дальше из-за спины. Кюмуши пики предсказать. Нет, так сейчас на турнирах не разрешают к тренерам сидеть прям. Тем более. Так что вообще по кайфу. Ты можешь комментировать, просто закончил карту. На полставки. Мы уходим на 10 минут на паузу. За 10 минут пацанам рассказал и дальше сел. Все. Еще и все игры смотришь. Да, еще все игры смотришь в любом случае, да. Это круто. Я уже жду заходу на e-mail и у меня там просто стопка писем. Так e-mail свои надо сказать. Найдут. В смысле? Это напрашиваться уже получается. Найдут. Вы найдут e-mail. Ты думаешь, это гугл что ли? Можно в гугл. Можете загуглить e-mail godhunter? Можно, я думаю. Легко. Загуглите и напишите ему что-то на e-mail. Витец1 собака. Ой-ой-ой-ой. Мейл. 77 тысяч непрочитанных сообщений. Хуже не будет. Хуже уже не будет. Да, хуже уже не будет. И тут только. Бат, 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 бат. Я же говорил об этом. Только почему не спектра. Господи, ты реализуешь идею наполовину. На полушишки нормальный пик. Слушай, действительно, добери сюда, даже Абадонас Леонам оставь, добери сюда спектру вместо герокоптера и все смотрится более-менее. Ну, пик Na'Vi мы опять, все понятно. Тут вообще ему нечего комментировать. Он абсолютно понятен, он абсолютно читаем, он абсолютно правильный и абсолютно непонятно, как до этого дошло. Кто виновен и что делать? Тут надо разобраться. Ну, виновен Солин определенно. Кто-то еще может... Ну, у него была возможность банить героев, у других. Возможно, если бы у его тиммейтов была такая же возможность, они бы забанили что-то. А тут есть пикер, ты должен ему подчиняться. Возможно, его уже и ненавидят. Его хейтят просто. Его хейтят. Ты хороший человек, роди. Ну, а мы готовы смотреть Dota 2, ребят. Последняя карта сегодняшнего дня. Поехали. London Conspiracy. Последняя их игра на Dream League. Последнюю игру о Датфинном мы смотрели. 7-7 мы не закончили. И с шансами у них там тоже беда нападания дальше. Ну и смотрим. BabyNight. Зевс Солин играет нас на Абадоне. Джеллопи играет на Гирокоптере. Согард играет нас на Ливоне. И на Фурионе будет катать Кепка. Да, ну их оппонент. Na'Vi. Санейка. В очередной раз на Венги Фолл Спирит. Арт Стайл. Уже прирост к Чену. Дэнди. Винд Рейнджер. Дитя Ра. Лон Друид. И Генерал. В очередной раз. Мышевсадник. Да, ну и Бэтрайдер. Пытаться сразу здесь как-то наглесть. Кстати, стоял уже против Сколу Лейна. Только там вместо Гирокоптера, если не ошибаюсь, был Эмбир Спирит. Да, там был Эмбир. И вот тут также стоял Леон. И Фурион против него тоже был, который прилетал на 2. И вы помните, как он там, какой экшен он там творил. Секунд. Это было совсем недавно против Атфинем. Можете посмотреть вводы на нашем Ютуб-канале, если вы вдруг пропустили. Там этого добра хватает. Баунти руна. Стычки не будет за нее. Что, уже вард нашли? Ой-ой-ой, как это неприятно. Катуня. Понимаешь? Потому что второй левел. Он просто идет на мид вторым левелом. Слушай, ты что, он два варда нашел? Битва начинается. Походу за один дают 100 XP. 100 XP? А, да-да-да. Просто второй левел. Как же вырываются вперед на Ви, ребята. Просто нереально. А 200 XP уже видно. Это левел 2, Дэнди. Просто левел. Ты приходишь в мид, а там левел 2. Просто разорвал. Так 50 же за вард давали. Чуть-чуть. Переигрывает мидера на полуровня уже, до выкрипов. Жесткий. Жесткий. Жестче у него только алхимик, который не качает медальку из Ви, Рай Баунтеруна. Жестче Дэнди. Только, смотри, второй левел Дэнди просто. И толку никакого. Но хотя забегает. В смысле, Виндран включил и начинает разминать. Азев с молниями. А почему ты не бил молниями в Виндрану? Как бы сказал Форс, чайники летят. Чайники летят. Да, генерал, тем временем, гоняет Леон. И, кстати, он еще придется тратить подкоп, потому что полхп уже куда-то ушло. И, действительно, надо развернуться к одной генералам. Баржевич, самый топовый скилл один на один. Не, ну, опять-таки, мы понимаем, что тут было два крипочка, которые поделили немножечко дэмэдж, так что тут чувствуется генерал спокойно. Стики, стиков нет у герокоптера. И у того-нибудь другого нет, на самом деле, это ошибка. Ну да, мы же против бутрайдера пришли на линию. Зачем стики покупать? И, действительно, зачем стики покупать? Они, конечно, прилетят чуть попозже. Но пока мы... Стыки к герокоптеру, если будет, она будет весьма увесистой. Генерал. Он его дальше сейчас будет заливать. Бум. Флеймбрейк, СПС, гинул агр. Он его убьет. Он его убьет. Ладно. Катя не пошел, он Леона лучше решил убить. Но Леон, мы видим, тоже отсюда убегает. Кстати, тут двое еле живых. Он боится, на самом деле, знаешь, что он не боится? Он боится фуриона, который может прилететь и просто захитать его. Ну, вообще, да. Хотя сделал он все очень четко. Там стиков нету, никого ничем не зарядил. Он спокойно себе уйдет. Он получил третий левел. И опять просто супер наглость от бэтрайдера. Она работает. Бэтрайдер очень неплох. Ну, вот он знает, что он стоит против Даблы. Он догадался, наверное, что Абаддона там не будет. Он потом будет возле Пуриона. Что-нибудь мутит. Они... О, это Марио. Супер Марио, это Бэйби Найдер. Ну, как вообще, может быть? Это же Бог. Они сделали ему такую чудную аркану. Он такой биллический качок. Брутальный, да. Вот этот Доник. Пынь, Марио. Как это связано вообще? Я не знаю. Еще бы ему Картфорд этот прилепили. Да, да, да. Он в Марио Карте бы ездил. Было бы вообще круто. Я думаю, что мы недалеко от этого. Ну, да, да, да. И единороги там. И единороги обязательно. Радуги. Какашки радугами там, да? Вот. Ну что, Вега Складрон выигрывает на параллельном матче у команды Virtus.pro. И Вега едет во Франкфурт. Virtus.pro падает в лузера. Напомним, что на ESL Frankfurt еще в нижней сетке есть две команды. Это Na'Vi и Team Spirit, которые завтра друг с другом будут играть. За право жизни на турнире. Но поздравляем. Вегу. Вега уже там. И одна команда наша точно будет. На топе сейчас вверхбат, возможно, будет жопай, барыж, подрубает генерал. Еще тычки не хватает. Но пацанул. Пацанул, хотя мог сделать ФБ, скорее всего. Одной тыки ведь не хватило. Гирокоптер. Ну, он бы умер тоже. Он бы умер, но он бы забрал. ФБ забрал. Но самая главная задача, что он полностью на ура выполняет. Да, он опять гоняет топ. Он опять напрягает эту самую топ-линию. Он там разменивается по ХП. Он оставляет бегать куда-то саппортов. Ну, и все хорошо на других линиях. Ну, что Бэтрайдер свою задачу делает на ура. На нижней линии с пармом у дитяра все просто великолепно. В миде дэнги выигрывает. Сейчас будет выход мид. Артстайл. Неужели первый выход артстайла значение на этом невероятно сложном герое, на котором очень редко играет артстайл, закончится фрагом? Ну, как это возможно? Ну, подожди, подожди. Рано. Будет ли сейф тп вообще? Варшот же еще есть. Да, дотыкали. ФБ в исполнении артстайла. Как неожиданно. На героя, у которого нет эскейпа, да? Сделать фрагмента. На самом деле, там сейф тп мог сделать только Фурион. Но он что-то постеснялся. Хотя это очень странно. Он мог хотя бы попытаться напугать и забодиблочить. Так, вот Леон. Выбегает, конечно, на топе генерала тем временем. Ну, генерал там пару напалмов налил на голову Джеллопи. И опять продолжает его наливать. Но сейчас там уже есть стики. Сейчас уже попроще Джеллопи будет. Потому что стики есть. Можно их юзать. И не так легко сейчас генералу. Но идет здесь хелпа. Идет хелпа от Дэнди. И не видит этого Леон. Леон прошел мимо и не увидел. А вот он перейдет. А там уже 4 стака. Сейчас ведь 5-й будет. Почему он так быкует? А почему Леон ушел вообще? Пинус Джеллопи. Ну, отличный угол, конечно, привязки. Вот такой вот. Знаешь, ой, там еще и Фурион погибает. Просто погибает Фурион, Снэйк. Удачный выход. Тут что-то бодиблог какой-то. Самый смешной момент, знаешь, когда с Виндрейнджер? Какой? Когда он не привязывает к спрутам Фуриона. А, ну да, да, да. Вот когда ты ставишь типа в спруты, Виндрейнджер вяжет. И привязки нет. И вот ты тут думаешь, как? Хорошо, Валва. Как? Зато потом она вот так вот вяжет. Да, потом она вяжет там какому-то углу. Ну, там, не знаю, телефоном можно его мерить, этот угол. 90 процентов, там, четко знать. Градусов процентов. Окей, 3-0 на Виндрейнджер. На этот раз начало полностью за ними. Если в прошлой игре было 1-11 в пользу ЛЦ, то сейчас не так-то весело ли он на генерала. Ну, и тут в четвером его все-таки развалят. Должны, ну, пытаются вот этот карась куда-то улететь. И недалеко. Летающий карась? Зачем он в Аддон прилетал, непонятно. Ну, знаешь, когда... Вот он вообще нищий. Лайл Трюш, 0 крипов, нет 2 стены, творцы, на шестернике. Смотри, какой у него отличный запак. Запак 6 слотов. 6 слотов. Что-то ему летит, нет? Что-то летит, ТП, наверное, будет? Да, ТП. Полетит Солину. Ой, бедолага. Да. Кстати, его может спасти Боби Найта, Абаддон. Рядом, вейв от Сатира будет или нет. Есть вейв. Спасает, знаешь. Вот ты же посмотри, какой полезный-то ли он прилетел. Капнул всех. Ну и уходит отсюда. А вот сейчас-то Абаддон, как хорошо-то прибежал. Молодец, с нулем на творца сделал очень много. Ну, действительно, он принес пользу. Так никто не спорит. Мне кажется, Санейка сейчас может пострадать за эту руну. Нет, вовремя. Он уходит Санейка. Понимает, что не получится у него никак у Бейбинайта эту руну своровать. Ну и ушел. Побежал в спину. Кепке забегать. Кепка, ты же видишь. Ты же знаешь. Ты же должен понимать, что что-то тут не так, Санейка. Манна есть на стан. Пока бьет. Дает стан корней. Пройдут. А тут в упор стоять, но вот есть сейф тп и кепку в корне. А почему не пошел дальше, медведь? Не поверили. Поверили. Ну, вообще, там щитком сняли, поэтому он, скорее всего, уходил. У него же еще фызы. Батун второй раз сейвит. Гнобище, он у него варк. Я его не гноблю, говорю, потому что у него денег нет. Ну, бедолага. Так как гнобить этим комментатором? Вы так как гнобить игроков? Ну, наверное, работа такая. Такая работа. А то, представьте, как комментировать, если не говорить о том, что игрок чутник сапорил. Можно, можно. Когда первые дни, когда уволили Джеймса Тугуда в Шанхае, английские комментаторы там просто такими радугами писали в эфире. А английские комментаторы, они вообще боялись говорить. Боже, какая невероятная игра сейчас была. Да, очень круто сыграла Виндренджер. И совсем немного не хватило Чену 0.12. Знаешь, я когда смотрел их аналитику, у меня было ощущение, то, что вот... У каждого просто ружьёк. Когда тебе передают слово, и ты думаешь, как бы быстрее его куда-то турнуть, типа. Чтобы такого сказать, чтобы говорить начал следующий, но не я. Такой, типа, да-да, пожалуй, соглашусь с предыдущим... Я полностью согласен с Энсом. Да-да-да, там. А что ты по этому поводу думаешь? Ну, давай, чё-нибудь ляпни. You are an ex просто. Ну, бывает. Нам-то смешно было, людям страшно. Ну, ты как бы можешь лишиться доступа на самые топовые ивенты. Поэтому тут как бы смешного мало для них было. Ну, нам было смешно, да. Сейчас джеллопи, станчик залетает. Не, не пойду. Ну, далековато, далековато. Есть ТП. Там, кстати, ещё не хватает 10 экспириенсы до 6 уровня бэтрайдера. Ну, да, был бы, я думаю, что тогда вот полетели бы, потому что можно было схватить того, кто ТП-шится, и сразу притащить к себе. Но мы им решили, что всё-таки стоит дождаться того 6 уровня. Вот они забирают руну дабу дэмэджа, и на фейзах тут же выдвигаются на топ, они хотят продолжить. Там только один леон. Неплохо. Это ещё лучше, на самом деле. Пошла сеточка. Кентавр 1 не дошёл. Пауэршот. Ну, может, конечно, карася кину. Кину карася. Ау, хил. Это такое-то безысходность. Бойли пустота. Так, 4-1 счёт. Зевс в миде. Восьмой ЛР, кстати, Зевс, надо не забывать, что есть Зевс, миде, Санейка, будут спроты, про есть ничья, и это минус Санейка. Пытается до конца, кстати, застанет. Вебинайт, и прилетит сюда Дэнди, вебинайт, поворот, наверное, пытался Дэнди за 4 тут немножечко. Дабл дэмэдж штука неприятная. Надо уходить. Ой-ой-ой, как неприятно. Как неприятно, сейчас будет просто верхняя Одесса. А вот это вот круто. А вот это сейчас очень круто получилось, и Дэнди, который прилетал для того, чтобы сделать фраг, в итоге отдаётся, и два фрага на ровном месте зарабатывают слонную конспираси. Что за приколюха против Фуриона, играли постоянно без тангутсов, но у тебя же есть пустые слоты. Положи туда 4 деревяшки, которые ты будешь юзать только по необходимости. Вот сейчас есть слот у Дэнди свободный, у Вингит тоже есть слот. Абадон он тапок себе купил. Рванул, я бы сказал, к небесам Нэтворса. Да, у него уже за сотку перевалил там творчество. Мидос я увидел у Дэнди. Может, наверное, это и у дитяра должен был видеть Мидос. Да, он у него есть, и довольно-таки новое, он уже развязал, по-моему. Или нет? Ну, пока не юзает. Тайминги подбирает. 50-я минута. Не, у него 1000 по-любому юзал. У него же уже 1000 юзал, 100% юзал. Ну, пока мы видим от Медвежонка всё по-прежнему хорошо, т.е. Мидос у него в сегодняшней первой игре я против Адфина был на 6-й на 6-й минуте, здесь на 7-й, и как бы там, вы помните, во что этот Медведь превратился к 25-й. Машину. Будет форсаж. Герокоптер с хостой, смотри, что будет делать. Лететь быстро? Лететь быстро? Вообще ничего не будет делать, потому что никого тут нет. Ну, а что ему нет? У него фейзы, что он сделает? Вообще, этого достаточно уже, чтобы нормально разматывать герокоптер. Поэтому я и люблю его в качестве керри, то что у него есть кэлдаун, у него есть флэг, и он даже с фейзами и аквилой может нанести очень много урона в масс-файте. В отличие от всяких антимагов и так далее. Вот. Дорогие друзья, обратите внимание, когда вы смотрите профессиональные игры, мы не видим тут антимагов. Не надо их пикать в пабе. Надо, ребят, надо. Берите, пожалуйста, в пабах антимагов, берите их желательно почаще. Берите Фантом Ассасин, это действительно лучшие керри. И... Фантомки претензий меньше. Ходите в мид, желательно, антимагов. Антимаг? Да, да. Ходите, ребят, особенно если у вас с четырех с половиной до пяти сейчас тренд пошел, антимаги... А мы снова в моде. В основном в моде, так что если у вас с четырех до пяти тысяч, обязательно антимаг, это сейчас лучше. Первый пик. Подход, пилдаун, арттайл просто рассыпался. Вот. Вот почему герокоптер хороший керри-герой. Он пришел на двенадцатой минуте и смог что-то сделать. Ну да. Возьми сюда какого-то условного не герокоптера, было бы сложно. Да, намного сложнее. Причем он делает это все на ренжее, поэтому сам особо не подставляется. Ему не надо там запрыгивать куда-то и так далее. Ты знаешь, вот ЛЦ играют, да, вот если сравнивать с прошлую серию, это вот как-то получше от Финем в серии смотрится. Но все равно как-то я вот, вот они на первой шикарно дрались и сейчас. Все равно как-то вот, я не знаю, вот видно, что вот... Я не знаю, на них смотришь, они вроде что-то делают, они делают фраг, но ты смотришь суммарно на карту и понимаешь, что они проигрывают все равно во время. Да, этот фраг в принципе не имеет значения. Ну побежал герокоптер, но убил он Чена. Да, у Чена хорошное творство. Ну в глобальном смысле, ну и что дальше? Бэтрайдер в это время вынес даггер, окей, то есть его не убили. Вот он, герой, которого надо в принципе убивать. Вот медведь, которого надо убивать, чтобы он не вынес себе Радианс. Ну убили вы Чен, окей, он вынесет себе Мекку на полторы минуты позже. Хорошо, что это изменит? Но Радианс там появится все равно на семнадцатый, да? Да. Ну, я не знаю, у них вроде какой-то даже замысел есть, они пытаются кого-то убивать, они возможно даже понимают, что переформить здесь не получится, потому что Мишка там активнее гораздо. Кирокоптеру никто не стакает эншентов, чтобы обратить внимание. Соответственно он там не пойдет и не заберет в скором времени тысячу-полторы. Но это надо делать обязательно. Ну, вообще он сейчас, скорее всего, собирается Доминатор, чтобы самому начать делать, но у тебя же есть Фурион, Фурион может одним пеньком стакать. Да? Это же не проблема. Уже дитяра уже одиннадцатый левел, у дитяра уже три тысячи денег на кармане на двенадцатой, на тринадцатой минуте и мекка, вот артстайла, вот она, на подходе. Шестой левел у Винги тоже рядом, блинк даггер появился у генерала. Ну и сейчас мы увидим его реализацию, скорее всего, возможно, даже видят блинк. Да, блин же будет? Подожди, да. Да, блинк. Он решил в этот раз через MailStorm. Кстати, скидывали водоворот, это называется. Причем-то вообще водоворот с английского и... Водоворот-молнии. Водоворот-молнии? Это как осеменок акулы или вот это вот... Нет, ну есть же такое выражение, там, водоворот-событий, там... Ну это да. Водоворот-молнии. Черт, вы знаете, я не... Ой-ой-ой! А вот это весело. Дитяра. Хорошо и очень вовремя его поймали. Три-четыреста у него. Какой же хороший сейчас будет фраг, если они его добьют. Но... ТП-шик... Нет, нет. Там палец вроде как есть. Так-так-так-так. И что дальше? Дитяра. Ужасные спруты. Ужасные спруты. И могут нави принимать. Нави могут здесь принимать драку, но хотя они очень боятся. Развернулся еще Миледи, и вот ТП-ша домой, все. Спасся. И сейчас было бы вовремя его убить. Спруты похоронили всю возможность его убить, на самом деле. Если бы он их не ставил, они, возможно, еще бы его и настигли. И Зевс бы смог дать верхнюю. Кстати, у Зи Сабу Уль. Но спруты, которые вытолкнули его на лоу-граунд... Ну да. Там уже его было не достать. Санейка сейчас пушит вышку на топе. Зевс, генерал. Отлично. Зевс на топе успевает прилететь. Через ультимейт забирает генерала, и Тавр в миде падает. Но опять-таки, вот даже этот соло-фраг, ну блин, он все равно ничего не дает. Но чтобы на графике, это отобразится может на секундочку, а опять Na'Vi пойдут потом выиграть. Дитя-ра! Он возвращается туда же. Рыкнул. Филдаун. Прям залетает. Дитя ранее попали. Кстати, слишком далеко, слишком нагло играет ЛЦ. Как же сейвят здесь Медведя просто? Ченнонстоп его отправляет на базу, лишь бы он выжил, но на самом деле ему остается уже просто гроши до Сакрада. Отправляет сюда Мишка, кинет Мидас через 8 секунд, получит свой Сакрад и немного проще станет играть. Нет, передумал. Передумал? На себя отправил Медведя, говорит, в миде. Ты что, Передумкин? Передумкин. Медвей такой, черт, мне некого медосировать, что делать? Денег нет. А снизу же экшен устраивают ребята из Команда Лом. Конспираси. Денди понимает, что наверное не один Фурион рядом, блин, Денди, генерал рядом, видит генерала, понимает где Денди, Денди увидели, Денди поймали, Денди убили. И... я не понимаю, они что, до сих пор не понимают, что там команда пятером входит уже минут пять? Да, на самом деле, ну убили Денди, Медле потеряли Тавр... Нет, ну подожди, смерть Денди это уже важно! Это не саппорт, а потеряли, там не Ародстайла и... Да, но я думаю здесь все ставку уже на Медведя. Вот практически на 100% на это у Медведь. Не, ну Медведь, да, Медведь свое вынес. То есть, окей, 700 у него сейчас, осталось там 600 голды, у него готовы и Радианс. А дальше драться будет, что будет делать Леон, 600 хп. Леон, Абадон и все вот эти, Зевсы. У Зевса 978, у Абадона. Он тоже далеко не убежит, на самом деле. Ну, вообще, да. Вообще, это будет проблема. Да, это уже проблема, на самом деле. Они на него сейчас смотрят, они видят Эдсакрат, они понимают, что идет отсчет вот этого Радианса. Сейчас с Радиансом скорость фармы еще больше. Дэнди, снизу, колдаун. Ну, на этот раз не добили. И Дэнди еще остается здесь, там Бэтрайдер тем временем тянет Киевку, Киевку подальше и Дэнди еще раз сдох. А зачем? Дэнди, конечно, очень бидит. Ну, я тоже не понимаю, зачем он полетел на ботом. Выиграть времени он все равно не выигрывает. Вышку так-так-вы снесли, здесь все-таки Фурион. У тебя из-за пуш способностей только пауэршот, который не особо сильно влияет сейчас на Фуриона. Ну, выиграл времени для Медведя. Медведь дофармил себе Радианс. Неплохо. И сейчас пойдет пытается... Санейка Блиссу тем временем поймал его Киевка. Санейка свапается с Киевкой, пытается убежать отсюда. Очень неприятно. У него гем! У него гем! У Санейка! У-у-у, я вот это очень-очень плохо будет. А вот это очень плохо. Гем сейчас потерять. А как так получилось-то? Да, и маякнул сам Санейка, что я потерял гем, ребята. Осторожно. И Деварда нету, но Таверна так и забрали, Радианс появляется. 17-ая минута, как мы и предполагали. Генерал отходит. Да, Нави немножко по киллам, по фрагам просиливают. И золото потеряли. Генерал подставляется. Это очередной фраг. В этот раз уже от Леона. И Леон имеет дайгер. Имеет дайгер на 18-ой. Слушай, а они надоели фидить. Мы прямо тут рассказываем, что умирает одна смерть, вторая смерть. Но что-то прямо надоели фидить. Их дальше по 4 человека ловят. Они по одному погибают. Я не знаю, сколько последних. Все фраги были там, они по одному просто умирали. И здесь уже Кирокоптеру настакали. Ты посмотри, какой пах Эншин, как он сейчас фармит. Да. И все исправляется. Ситуация начинает улучшаться у команды Лондон Конспирис. Да, Мишка с Рэдди, с Райдиком пушит топ. Окей. Хорошо. Топ уже и так запушен. Ну, он просто деньги собирает сейчас. Там Владмерс какой-то. Ну, а Дэнди новых айтемов не получает. Он только сейчас решил опять уйти фармом. Видим, что топ-4 Нетворса. Три игрока команды Лондон Конспирис. Это не самое лучшее событие для Нави, скажем так. Ну, и в какой-то момент они все равно пойдут в пуш. Мека есть, поинт-бустер есть у Артстайла. Он укрепился просто там. Уживаемость есть. И что? Смоук. Смоук и Вейл оф Дискорд появляются у Зивса. А вот это интересно. Это очень круто. И Леон, и ульт Фуриона наносят огромное количество. Как же спектры-то не хватает, а? Трайвер. Трайвер увидит, может быть, кого-то. Видит Джелоби. Прыгает на Джелоби. Будет ли Абатон. Абатон не успевает. Просто слишком далеко находится Абатон. Абатон еще ультимейт сейчас активировал. Но вот хороший демэж себе сдается. Леон копает. Этого мало. Этого мало. Пурион прилетел. И Пуриона, боже, его зажало. Нет, не зажало. Мне показалось, что его зажало. А куда Солин идет? Он без ультимейта? А куда он идет? Потому что забыл, что он без ультимейта? Или они хотят подраться? Отстань. Слушай, неплохо. Стайл. Хорошо. Арсел умер. Корни проходят по Леону. Леон сейчас тоже умрет. Леон успел утянуть. Хотя Леон не умер. И Леон могут постараться забрать еще. Минус два уже. Ой-ой-ой, как-то круто получается все. И минус Мишка. Есть новый Мишка. Дитяра промазали. Нужно рычать. Нужно отправить, конечно, на Леона, чтобы сделать темп тычку. Как же вытаскивать Абатон? Там сейчас Дитяра просто погибает от Боби Найта. В итоге минус три. Два есть, не ошибаюсь? Нет, три в одного. В одного не добили Абатона. Байбэк от Гирокоптера был. Разве? Ну, его же забрали. Подожди, его вытащили на лосой. А, да-да-да, байбэк был. Три в один. Три в один и байбэк. Ну, Битрайдер тут не даст забрать Рошана. В любом случае, как бы, тут много времени надо будет потратить, если захотят набить Рошана этого ЛЦ. И я бы на их месте уходил отсюда. Они уже вышли вперед. Они по деньгам уже тысячу голды ведут у Na'Vi. И три тысячи экспы. Na'Vi с помощью своего вот этого фида и игры, а все равно медведь всех убьет, они сейчас ой как просели. Да, ошибочка от них была сильная. Ну, точнее, не ошибочка, а ошибочки вот этих соло-смертей. Когда Дэнди два раза на ботами отдавался, это неправильно определенный мидер, чтобы укреплять свою позицию, скажем так, по нетворцу. Но там по экономике, да, его ударило очень и очень сильно. Пацаны, как показ инкрики в кармане, сапог и кольцо защиты. Не знаю, что он будет собирать. Может быть, это будет медаль Дэнди. Пауэршотом. Пытается сбрить крипов. Вот как ему сейчас не хватает моего штормана, чтобы это все отпушить. Огромное количество крипов. Неприятно. Генерал. Лассо есть. Подцепили его. Будет ли подкоп? Подкопом попадают. Но слишком далеко, генерал. Хотя Фурион рядом. Он здесь. И опять. И опять в соло. И опять где-то далеко от команды. И вот он, Рошан. А теперь это Бэтрайдера не будет 40 секунд. И Нави вряд ли пойдут сюда драться. Они прекрасно понимают. А мне кажется, пойдут. Не-не-не. Дэнди сейчас будет дофармливать своего шторма на топе. Все. Ты понимаешь, что? Осадились немного. Или идут драться. Та идут. Ты че? Куда? Там пол Рошана еще. Нави не видят. Они прекрасно понимают, что быстро Рошан там не упадет. И полетела Торнадо. Полетел на Сатир на разведку. Задувает по двоим. И больно. Больно за Джелопи. Ты знаешь, может не стоит ЛЦ. Вот есть мнение, что не стоит слабому Кевку. Кевку останет. Кто-то его будет. Да, Кевку надо быстро убивать. Кулдаун. Отличный кулдаун. Дед сфоктует Кевка. По-прежнему живой. Дэнди пытается его расстрелять. Расстреляли Кевку. Да ладно. Сейвит его. А потом Дэнди едва живой. Зевс может его сейчас добить. Исчен хил. Артстайл умирает от тем временем от Джелопи. И бежать на Ави. Бежать. Санейка минус. Пурион байбек минус 2. Ну вот это равный размен. Правда, Рошана все-таки добьют. Где был Медведь? Ну, сейчас Медведь тут. И у Медведя еще половина здоровья. И новый Медведь только через 85. Этого отдавать никак нельзя. Подходит сюда Солук для Визна. Флеймбрейк пошел на хайграунд. Затолкать никого не получилось. Хороший Медведь. Ой, классно. Генерал. Боже, шикарно сыграл Леон. Это минус. Генерал на подходах. Ну все. Теперь на Ави не в коем случае нельзя жить. Нельзя здесь драться. Генерала? Они сейчас закидывают. Да. Они сейчас закидывают очень плотно. И эту игру сейчас ЛЦ могут выиграть 16-6. Им надо главное сейчас цепляться за такие моменты. Потому что у них очень сильно укрепился Зевс. 2000. Вейл. Линза. Сейчас. Ух, как же он больно. Скоро будет делать. Что ему собрать? Смотри, можно Аганим. Можно. Аганим. Фрешер. Можно. Нет. Скорее всего он пойдет в Актарин. Актарин. Да. Вот. По статам даст возможность. Даст возможность лайк стилиться. Ну, посмотрим. Актарин будет круто. И внезапно у Медведя игра-то получается невероятно сложная. Потому что, а черт его знаешь, что сейчас делать. У тебя ВР-ка просела. У тебя ВР-ки дэмэджа очень мало. Бэтрайдер никого ни разу не цепанул 0.5. Как же ужасно идет игра у Генерала. Как круто он начал. Ой-ой-ой. Мишка пасанул. Мишка собирает хут. Да. Бэтрайдер. Бэтрайдер видит его Джелопи. Начинает расстреливать. Коллдаун Генерала. Больно Генералу. Нижняя. Это Маспи. Нет, если уйдет отсюда, Генерал будет, конечно, круто. Но если умрет. Нет, уходит. Уходит, уходит, уходит. А что там у Узиевса? А, он проюзал ультимейт уже. Уже проюзал. Ну и что? Будут там ультфурирун откатился под коп помишки. Вот у ультфурича. Дэнди пытался привязать. Уходит. Или нет? Ай-куарни прошли. Ну тут на халяве. Это подарок. Первый раз на халяве. Да. Бывает. Бывает и такое. Дэнди 1000 хп. Мы видели, что проседает он очень сильно. Но под Вейлом развалится просто вот Вейл, верхняя ультфуриона. И этого достаточно. А Леон там с линзой. А Таташечка. У Леона 11 левел. У Леона второй фингер. Который пьет. Чем больно повалил, он бьет, да. Не хватать, не денешься с рейнджом еще от линзы. Да, падает Тавр. Стоит, правда, крипом. Напомню, что у гирокоптера есть Аегис. 2-300 в кармане. Не знаю, что будет собирать, но скорее всего, это должен быть Блэк Кинг Бар, по сути. Но с учетом того, что там Бинга, Бэтрайдер и так далее, можно и в дэмэдж сразу пойти и собрать какой-то Манки Кинг Бар. Сделай 2-3 выстрела с флэка, и там большая часть команды растутся. Да, да, вот мне кажется, что тоже, если пойдет он в дэмэдж, это будет намного круче, чем он, если начнет сейчас в защитку валить. В защитку уже на Ви пошли, то есть Пайп собирает себе медведь, он понимает, что очень много макдэмэджа и, ну, прям очень много, да, Пайп уже готов. Ну, с Пайпом будет немножко попроще, но нет меня этого факта, что все равно будет рассказ от Зевса, рассказ от Фреона под линзой. Генерал очень много времени тратит на то, чтобы пытаться найти какой-то соло-фраг. Это, правда, ничего не даст, потому что немобильный сейчас нави, никто не сможет присоединиться к генералу и помочь убивать этот таргет. Ну и смотрим с Анейком. Находит вражеский сентри-вард, кроме барабана и трампилов ничего пока нет. Мишка, Мишка топадим по нетворцу. С этим спору нет. Но львиную часть этого нетворца также занимает Пайп, который медведю особо дэмэджи не дает. Выживаемость, да. Но не дэмэдж. Что генерал теперь пытается поймать Зевса. Ух, а почему же он не прыгнул-то? Побоялся, что там кто-то рядом есть. И генерал очень хорошо подлетал к Зевсу. Мог он прыгнуть, цепануть в Эйбенайт. Это был бы очень хороший фраг для нами. Ну а Т2 тем временем снизу падает. И герыч, герыч 3000. Да, 3000 на руках. Ждет, наверное, освобождение Слота из-под Аегиса. Собираются по дэпу Девс, разднают Крипчиков. И вот он с Флэка, вот он с Флэка. Тобаку успел убить. Фурион очень нагло играет. Отогнал его отсюда медведь. А прикинь, СМКБ с этого Флэка так влететь просто. Да, СМКБ убил сейчас все это движло сразу. Это было бы очень жестко. Есть линза у Леона. И герокоптер, конечно, здесь смотрится очень сильно. Дэнди. Добрался, наконец-таки, до молота своего. Полторы тысячи сверху есть. Ковершот. Да, ну и сейчас ситуация очень интересная. Потому что нужно на Ви что-то придумывать. А ЛЦ нужно просто продолжать в таком же ритме. БКБ все-таки покупает у нас герокоптер. Может быть, это, конечно, и правильно. Потому что играет против Рейденса. Но, с другой стороны, с каким-то, еще раз говорю, Манки Кингбаром он мог бы такой дэмэдж выдавать. Там и Верка Виндран ее не спасает. Ну да. Это очень важно, кстати, что у Верки будут проблемы. Ну так он считает, что будет живучей. Ну, может, так оно и есть. И Си, и Аквилу, ну так живучей. Еще у него в команде вроде как Меха даже была. Не ошибаюсь. Да, ну, два забрали. Осталась одна вышка всего целой у команды Na'Vi. У Сэмми Хэлца еще два тавора имеется. Пока только с помощью вот так вот медведя отгоняют людей. Медведь подбегает, орет. И по-другому никак. Ну, на самом деле, если игра будет продолжаться вот ровно в таком же темпе, мне все равно кажется, что преимущество у Лондон Концепират, потому что не Хфурион, который может позволить себе фармить всю карту. Он будет перегонять по фарму Виндрейнджера. Так и должно быть, несмотря на то, что он оффлейн. Герокоптер, который сейчас смотрится неплохо и вообще не отстает практически от Мишки. Мишка из-за того, что собрал Пайп, терял, скажем так, Сноубол, которым должен был идти после Райденца. Ну да, с Пайпом мы понимаем, что если бы не было Пайпа, был бы, например, сейчас какой-то условный Кираса. Кираса, Кираса или Владмир какой-то и то, и то дэмэдж дает. Было бы повеселее. Так генерал просто тапси донес только сейчас, 28-ая минута, и Солин, в котором вообще ничего не было. Он обгоняет уже по натворцу, если что, Вингу. Да, это чувак, который с тапком бегал, мы помним, на 10-ой минуте. Больше ничего у него не было. Да, на 6-ой бегал даже без тапка. Лондон продолжает преимущество расти. Уже 4,5 тысячи голды, столько же экспириенса ведут Лондон Конспириси. Ну и поехали. Очередная веселуха сейчас будет. Главное, чтобы Лондон Конспириси знали, что делать с этим преимуществом. Кажется, они за такое количество слитых карт за последнее время уже могли веру в себя потерять. Могли. Руна дабл дэмэджи, герокоптер. Слушай, 300 урона. Сейчас можно пойти и забрать какую-то Т2, например, на топе. Или попытаться вообще подраться. Ну, там линия сильно распушена. Ну, кто-нибудь, конечно, представляется. Спешить не хотят ЛЦ. Они понимают, что, по-моему, они вот поймали тот самый кураж. Хотя уже была одна игра, где они выигрывали с преимуществом 12 прагов. Мы это помним. Ничем хорошим это не закончилось. Черно гоним. Тайминг свое выносит. Тайминг всегда приблизительно одинаковый. Да, к 30-й минуте у него обычно есть аганим. Ваня придерживается этого тайминга. Появляются обычно нужные артефакты. Ну и арт стайл. Передак, конечно. Ой-ой. Будет чисто прочекать, кто где. Что там из леса, кстати, с... Нет, еще нет у него даже намеков на появление актарина. Есть заготовок, только энерги бустер. Этого, конечно, же мало. Да, но у него есть травы ла. Мобильный. Мобильный парень под фурионы. Это очень здорово смотрится. На финьков в любую точку прилетает. Ну и что, нави. Нави взяли эншент крипов. Есть мишка, что у медведя что-то новое в кармане появилось. Плейтмейл, чейнвейл. Защищается от физурона. Скоро появится кираса. Ну и нави идут в вылазку первую. Такую интересную. Сэншент бракона, медведь, наглый. Атакспида мало. Очень мало атакспида медведя. Сейчас из-за отсутствия гиперстоуна он этот тавр грызет очень-очень долго. Ну, тавр забрали. Не хватает бестмастера, да, в игре. Атакспида хватало бы. Тем временем Т2 пытается призывать ламб конспиреси, но не особо активно. Ну, там крипы нормально прессуют, на самом деле. Нави смещаются на Т2 на ботами и, скорее всего, даже заберут ее. 2000 сейчас будет на руках. Мы в скором времени увидим появление гиперстоуна, а следом и кирасы на медведя. Зевс разминает. Разминает мишку. Крипы сейчас погибнут. И Нави вроде как не против отсюда и отойти. Или подраться, наоборот, генерал. Будет ли прыгать в Бэби Найт отпрыгнуть. Решил в его в террор. Бэби Найт, слушай, не туда прыгнул Бэби Найт. Цепляет его. Абадон далековато отсюда. Хотя пошел там колдаун. Не совсем тоже удачный. Санейка сберили. Санейка ничего не сделал. О, Артстайд. А тут же огромные проблемы. Артстайд, правда, уже расставался. Артстайд тоже погибает. 2 в 1. Но здесь на двух саппортов такой себе размен. Ну, у Нави все фловые. Оставшиеся игроки, кроме генерала. Генерал сейчас странно. Ой, Джелопи, осторожно. Корниш пройдут. Вот они проходят. И БКБ. А медведь его не пробивает. Медведь его не пробивает. Герокоптер толстоват. Сейчас Мишка может просто погибнуть. Пошел флеймбрейк. Слушай, стоят они все под этой макропирой. И это такой себе вариант. Да, Мишка погибнет. Нового вызовут. Вот он пошел пайп. Джелопи потеряет. Сейчас свой... А у него нету, Игорь, что же поставило. Выиграть, Дэнди, прыгать. Боже, куда он запрыгнул? Что вообще происходит? Форстафу его засейвили. Медведь. Сбили, кефки, тп-аут. Медведь его продолжает преследовать, но убирают его с хайграунда. Не знаю, почему решили просто запушить, видать т2. Все красные. Ну, ты знаешь, Нави выиграли драку. Ну, по сути, да. Забрали чена, потеряли двух саппортов, но продавили очень-очень-очень круто. Тавр забрали. Есть тп-та, ладно, будут драться еще за этот тавр, Джелопи. И тавр забинает. Боятся дитяра за свою жизнь. Интересные будут зарубы у нас дальше в этой игре. Очень интересные. Мне кажется, что каждая следующая драка будет именно такая же, где будет все просто на соплях. Да, но тут многое зарешал вот этот врыв от Девса, который... Он промахнулся, скажем так, тем самым подставился под лосо. Его смогли подцепить. Подков пошел, Санейка. Санейка разминает верхний от Девса. Может просто здесь погибнуть, так и есть погибает. Да, Санейка кастрял, и опять-таки без венги, без свапа, без минус армора драться сейчас... Будут, 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 но не круто, да. У Девса-то есть все. Девс прыгает, встречает просто команду Na'Vi. Упасный этот греческий бок. Надо миды скинуть в какую-то пульту. Да, он так прыгает. Попроще. Ну, полетел дракон. Бэтрайдер запрыгнул, никого не выцепил. Таггер потрачен, Firefly работает. Ну, мало дэмджа у герокоптера. Вот, все казалось бы хорошо, но вот... Он сейчас нарастит его, у него 4К почти на руках. Да, да, да. Сейчас демонейдж какой-то в кармане появится, и будет уже неплохо. Ну, от Рошан отогнали. Мишка-то при этом фармит ботом. Или, может, Баттерфляй ему лучше? Баттерфляй тоже неплохо смотрится. Даже очень неплохо. Это спровоцирует, наверное, даже собрать МКБ Медведя почти сразу. Он пока ничего не покупает, Желат. Пока оставляет на потом решение этой проблемы. Но Венга уже жива. Здесь Медведь отпушивает линию. Как бы Фурион ее не пушил, Медведь ее спокойно крипом отпушит. И траться в любом случае смогут в полном составе Na'Vi. Ну, Рошан... Ой-ой-ой, у Na'Vi на офисе отпал. Интернет. Ну, либо хаб, либо что-то рестарт, либо свет какой-то это тоже может быть. Да, неприятно. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что техническая проблема, которая сейчас решится, потому что неприятно будет... Гоу-гоу, Лан Пауз, кто-то пишет. Китайские наши веселые комментаторы. Комментаторы, которые загружаются через пять раз примерно. А потом шуточки шутят. Шуточки шутят по поводу он-паузы. Ну, возвращаются, ребята. Да, они возвращаются. Мне кажется, или у нас на превью мы... У нас дилей какой-то секунды, наверное, 2 или 3. Да, не-не-не, не 2 или 3, это 3. Ну, да. Это где-то 0,3 секунды. Ну, это такой, это глюк камеры, извините. Просто весело. Я не знаю, может, вы его не видите. Может, мы его только видим. Так они как видят. Игра-то продолжается. Уже не знаю, может, на превью то же самое, что в стриме. У нас-то в жизни они не видят, поэтому у них-то мы по ходам двигаемся. Не, ну у нас, подожди, у нас же... Мы-то с тобой дилей улавливаем. По губам можно понять, что-то, ну, конечно. А, ты думаешь, там есть дилей звука с изображением? Может быть, я не знаю. Я надеюсь, что нет, потому что это смешно смотрелось. Да, очень. Ну что, игра продолжается. 20 на 8. 20 на 8, я только сейчас обратил внимание на то, что Na'vi очень жестко летят по фрагам. Ну да, они что-то нафидонили знатненько. О, грибсы являются... И вот там Смоук. И вот там Смоук. И сейчас попытаются... И об этом Смоук и не знают парни из команды London Conspiracy. И на кого же будут прыгать? Ну, Леона, кстати, быстро сберить. Это невероятно крутая идея. Да, контроль немного отлетит. Его и начинают сбривать. Выйл в террор. Моментальный минус Леон. Байбэк у него нет. И еще и пытается сейчас Джелопи схватить. Ветер, расстанавливается. Он там БКБ. Корни по Бэйби Найту проходит просто с первого удара. Он оказывается в толпе и погибает. Бэйби Найт в секунде. Джелопи пытается уйти. За ним погоня. Солина отгоняет отсюда Медведь. Генерал за Джелопи. И возвращает он Джелопи. Проблема огромная. У него это минус три. На вид. Там еще погоня за кепкой продолжается. Арт стайл. Неужели подцепят? Нет. Отпускают. Ну, пойдут либо Рошана забирать, либо на хайграунд просто. Шикарный Смоук. Просто, просто блестящий Смоук. Особо грамотно то, что они решили первым ушатать Леона. То есть в него надо минимум ресурсов. Это Вейвов Террор и Лассо. И, по сути, он уже мертв. При этом ты освобождаешься от кучи контроля. Огромного количества вот этого пальца, который может угробить какой-то Виндрейнджер под Вейвов Дискордом. Да. Ну, грамотно сыграли. Убрали этого Леона. К тому же файт пошел. Ну и Корни, как ты правильно сказал, по Зевсу с первой пички. Они, конечно, очень сильно зароляли. Зевс был, если не ошибаюсь, после байбека. Поэтому респаун у него весьма долгий. 20 секунд ему еще сидеть в таверне. Да, очень неприкольно сейчас для ЛЦ. Так хорошо у них все было. 12-8, 5000 преимущества. Все преимущества тут же не теряют, понятное дело. И сейчас придется еще делать байбек к гирокоптеру. Глиф. Слуда у нее. Ой-ой-ой-ой. И тавер как быстро падает. Надо делать байбек. Надо делать байбек к гирокоптеру, потому что он потеряет сторону. А может быть и две. Фокус файер, кстати, Дэнди не жмет на бараке. Решил забирать. Слаб. Слаб. О, боже. Если умрет Вейбинайт, у него же нет байбека. Кепка пытается как-то жить. Бегает отсюда. Кепка залетает по нему. Флеймбрейк. Кепка выживает все-таки. Но здесь Солина после ультимейта пытается замесить. Умер у нас Леон. Да, прыгнул Дэнди. Добил Кепку. Кепка тут же байбек. Джелопи пришел. Бараки падают. Но втроем, ребята, из ЛЦ. Они втроем. А Нави по-прежнему здесь. Нави фуловый. Нави готовы драться. Медведь возвращается. Если продают корни по Джелопи, игра закончится. Сейчас нет. Солин без ультимейта. Это минус. И Джелопи тоже минус. Байбек есть. Кепка пытается жить. Это та самая пауза, про которую мы постоянно говорим. Что сейчас будет пауза. После этого... 30 секунд икг. Игра закончится. Нави просто-напросто только что проигрывает. Со счетом 28. Они проигрывают 5000 экспы. Это происходит просто моментально. Игра выигрывается командой Нави. Один суперудачный смоук. Минус 4. Заход на хайграунд. Еще раз минус 4. И все. Далее он тут начинает пянуть палец. Моментально рассыпается. Запрыгивает сюда гиролед. Пройдут ли корни. Тут фокус фаер. Как же ему больно. Пытается убежать. Свапа, если не ошибаюсь, что на экране нет. Да, он пидает еще 40 секунд. Улетит от Дзевса. Нажимается тут же пайп. Минус гирокоптер. Он тоже после байбека. Ну и тут еще лассо. Минус Бэби Найт. Да. Это гуд гейм. Гуд гейм. Нави. Сегодня 4 карты подряд. 4-0 нави. 8-2. Если я не ошибаюсь, мне кажется, что 8-2 это... Гарантированный практически. Там есть 8-6. Нет, есть там еще шансы. Там 7-3. Можно проиграть у Веги 2-0. У них будет 9-3. Можно проиграть у Виртуз Про 2-0. И как-то там у них будет 8-6. У нави. У дигити. Им надо забрать одну карту еще. Да. У них будет 9, и это уже не прям 100%, но... Нет, 9-100%. 9-9 проводят 100%. То есть им осталось забрать одну карту, а у них еще порядочное количество игр. Им надо выиграть одну карту либо у Виртуз Про... Либо у Веги. Завтра. Ну да. Ну посмотрим, с кем они там будут играть с Виртуз Про или с Вегой. Потому что это зависит опять-таки от того, как расписание параллельно ESL Frankfurt в квалификациях будет разбросано. И там у нас упали в лузера Виртуз Про. Вега уже не играет на ESL Frankfurt, поэтому, скорее всего, завтра будет Нави играть с Вегой, так как Вега уже все, что надо, на ESL сделала. И, ну, расклад такой, что у наудигити сейчас 8-6, у нави 8-2, 7-3 у Веги и 4-4 у Виртуз Про. Тут еще очень интересно все. Вот, вот она таблица. Она еще не обновлена, потому что здесь не внесен результат.